И сегодня мы с вами прорешаем задачи на кредиты, налоги и банки. Эти задачи встречаются как в девятом классе, так и в одиннадцатом в разных заданиях. Задача номер один. Клиент взял в банке кредит 12 тысяч рублей на год под 16%. Он должен погашать кредит, вынося к банке ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем, чтобы через год выплатить всю сумму, взятую из кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен носить банк ежемесячно. Для того, чтобы решать такие задачи, нам необходимо вспомнить формулу. Х равняется у умножить на 100 минус n деленное на 100. Что это за формула и откуда она взялась? Y – это сумма, которую наш клиент взял в банке. X – это та сумма, которую он будет выплачивать. И n – это количество процентов, под которые взят кредит. Но в данном случае мы будем пользоваться той частью формулы, в которой идет знак плюс. То есть мы будем рассматривать 100 прибавить n. Потому что, когда мы погашаем кредит, то процент – это лишние деньги, которые мы с вами будем выплачивать. Мы будем выплачивать больше, чем мы взяли на свои нужды. Итак, мы взяли в кредит на 12 тысяч рублей. То есть х равен 12 тысяч умножить на 100, прибавить 16 и деленное на 100. То есть мы заплатим 13 тысяч 920 рублей. Но вопрос в задачи стоит как? Через год он должен выплатить всю сумму. Сколько он должен вносить каждый месяц? В году 12 месяцев. Поэтому 13 тысяч 920 мы с вами делим на 12 и получаем, что в месяц он должен вносить 1160. Задача номер 2. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Куспича равна 12500 рублей. Сколько рублей он получит после вычета налога на доходы? Ну вот это та задача, которую ежемесячно приходится решать всякому взрослому человеку. Итак, х равен. Его заработная плата 12500 рублей. Но он получит не всю эту плату. У него вычтут 13%. Таким образом, посчитав, мы получаем 10 875 рублей. Таким образом, посчитав, мы получаем 10 875 рублей. Задача номер 3. Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 20% годовых. Вкладчик положил на счет 800 рублей. Какая сумма будет на этом счете через год, если никаких операций со счетом проводиться не будет? Каждая сумма, положенная в банк, а в банк мы кладем для чего деньги? Чтобы получить их больше, да? Значит, она увеличивает наш капитал, эта сумма. Поэтому мы будем пользоваться формулой с вариантом знака плюс. Итак, х равняется. 800 рублей мы положили с вами в банк. Добавили нам 20% и поделили на 100. В этом случае, посчитав, мы получаем 960 рублей. Таким образом, мы с вами видим, как удобно пользоваться вот этой формулой в задачах на проценты, на кредиты, на вклады и налоги. Спасибо. Спасибо. Спасибо.